Ну, а что можно ощущать, когда человек забыл, кто ты вообще, абсолютно? Я захожу домой, и папа просто загораживается от меня рукой, потому что он не понимает, что я за человек. Для него я 11-летний парень, 11-летний мальчик. Ну, винил я себя, да, я, я не знаю, я бил по столам, я бил по всему, что стояло в комнате, потому что я думал, что я виноват в том, что мой папа меня не помнит. Ну, не помнит вообще всю, всю свою семью, 7 лет, как бы, это же вообще страшно. Да и глупо, ну, как, как это вообще может быть? Песни я пишу, поп-песни, писал для эстрады, потому что у меня сейчас контракт с лейблом, с лейблом я как исполнитель данного лейбля, и я лежу, и понимаю, что мне приходит полностью целый куплет, просто с мелодией, просто со словами, со всем. Я такой, стоп, что? Я беру телефон, хватаю телефон, начинаю это записывать. Я не знаю, как мне быть, все пропало так внезапно, пусть прошлое не изменить, во-о-о-о-о, я все же так хочу обратно. Ну, такая вот история, в общем, я бы поехал с любимым человеком в Корею, потому что ей нравится, ей нравится кей-поп, вот. А мне? Она. Ой, у меня есть несколько ролей, которые я хочу сыграть. Одна из них — это парень-музыкант, потому что у меня все для этого есть. Это парень, который пишет максимально крутую музыку, но, наверное, его недооценивают, и... да и он себя недооценивает объективно, это все про меня, я бы с радостью сыграл эту роль. Я снимался в сериале «Придуманное счастье». За этот сериал я попал в премию продюсеров АПК и Те за лучшую мужскую роль второго плана. Я этим горжусь, и это было очень круто, это очень хорошая работа, я считаю.